Всем привет, с вами Евгений Ильич, и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. После, так сказать, июньского перерыва, новости снова начали появляться, и даже магазины начали привозить кое-что интересного. Об этом мы сегодня и поговорим. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rus. Итак, в этом выпуске нас ждут новые ППК-20, газовые новинки, новости магазинов. Но так как в комментариях к подкасту вы просили распедали тему ВВД, начать выпуск я хочу как раз-таки с ВВД-новинок и внезапно от российского производителя. Итак, компания Phoenix Air – это те самые ребята, которые делают, наверное, самые популярные на российском рынке баллоны для ВВД, сделали свою собственную ВВД-систему, которая называется Genesis. Я как-то про нее упоминал, но сейчас появились, так сказать, некоторые подробности. Во-первых, это ВВД-система с двумя соленоидами, и она уже проходит обкатку и финальные испытания. Зачем два соленоида, спросите вы? Ну, первый, понятно, он подает воздух, чтобы толкать шары. А второй, соленоид, независимо от первого, как раз-таки управляет движением нозла. И если хотите, это такой получается русский PolarStar. Из фишек также обещает тихую работу, что круто для снайперов, электронику с возможностью настройки по Wi-Fi с телефона и новый триггерборд. Пока не знаю, на оптике или на магнитах. Цену не знаю, но, говорят, она очень приятно удивит конкурентов. Ну и вдогонку Phoenix сделали свой собственный приклад-баллон, он называется Phoenix Per S2. Наиболее оптимально он смотрится с баллонами Phoenix 0.2, 0.25 или 0.3 литра. Регуляторы могут быть использованы с выходным давлением 450 и 800 PSI. Пятка приклада нейлон, направляющая алюминий высокой прочности, предусмотрена возможность удобной регулировки давления, и если нужно, предусмотрена возможность пломбирования. Вес самого приклада 350 грамм. Ценник 22 тысячи рублей. Напомню, что он уже готов и продается. Компания Arcturus продолжает развивать тему российских пистолет-пулеметов, ну, точнее, их страйкбольных реплик. И анонсировали PPK20 M1, который, ну, очень стремится копировать современный PPK20. Правда, пока не очень точно, потому что правильного целика там все еще почему-то нет. Корпус обещают стальной, цевье, приклад и рукоятку с шахтой магазина из прочного полимера. Внутри уже по классике для верхнего сегмента от Arcturus'ов стоит электроника Perun, шестерни 13 к 1 и торковый мотор. И, судя по всему, строчить эта штука будет только в путь. В комплекте будут давать механу на 95 шаров с возможностью переключиться на 35 шаров, если вам очень хочется в реализм. Ценник говорят, что будет примерно 395 баксов, а продажи начнутся уже этим летом. Евгенович, ну хватит уже этих оегов, хочется больше газовой темы. Вот бы был газовый PPK20. Кстати, он уже есть. Потому что компания Well грозится уже вот-вот запустить продажи своих газовых PPK20, которые, кстати, впервые показали этой весной на выставке Evo 2024. Внутренняя система этого PPK20 сделана по мотивам АКМ от Tokyo Marui, при этом там сразу будет стоять нозл с возможностью регулировки выхлопа, то есть там будет стоять N-Pass. Магазин будет вмещать 38 шаров, а большая часть внешки будет выполнена из стали. Из алюминия будет ствол, затворная рама и левый переключатель режимов огня. Общий вес получился 2 килограмма 900 грамм. А на корпусе, кстати, можно разглядеть маркировки. Цену обещает в районе 343 баксов, что даже на самом деле меньше, чем АЕК-версия PPK20 от Arcturus. Конечно, не ясно, как все это дело будет работать, но если кто-нибудь это дело привезет в Россию, то мы на это обязательно посмотрим. А теперь новость для начинающих пулеметчиков, потому что в магазин Airsoft Rus приехала большая поставка от АНК, особенно жирная на пулеметы. И, похоже, Rus'ы привезли вообще все варианты пулеметов, которые вообще производит АНК. Вот, смотрите, один только N249, есть в варианте пара. Minimi MK1, Minimi MK2. Каждый из них есть в черной и в песочной расцветке, а еще в варианте с металлическим и пластиковым корпусом. Та же история с МК-46, он есть в металле, в пластике и в двух расцветках. Для любителей олдскула и темы вмешательства США во Вьетнам есть М60, а на светлую сторону есть ПКМ с пластиковой и деревянной фурнитурой. Кроме пулеметов от АНК приехала куча СВД как АЕК, так и Спринг, разных моделей и с разными вариантами фурнитуры. Но самое внезапное, это то, что русы привезли крис-вектор АЕК от АНК. Да, я тоже удивился, что, оказывается, АНК делают крис-вектор АЕК. В это время тайваньский производитель U-Shot выпустил в продажу реплику затвора TTI для Glock 17 пятого поколения от VFC. И, как несложно догадаться, новинка копирует затвор TTI Combat Master G34. Из фишек можно отметить, что все детали, сделанные из стали, на ЧПУ-станке, там, где надо, стоят правильные маркировки. Имитация экстрактора выполнена отдельной деталью, а в прицельных стоят светонакопительные элементы. И бонусом в комплекте дают стальной внешний ствол. Нарядить свой Glock от VFC в новый затвор с новым стволом обойдется в 296 баксов. Да, немало, но что вы хотите, если там сталь? Для владельцев Chizet Shadow 2 от KG Works тоже есть хорошие новости, потому что компания TTI Airsoft пополнила линейку камер HOP-UP от TDC Infinity, как раз-таки версии для Shadow Chizik. Новинка, как и остальные камеры серии, сделана из алюминия на ЧПУ. Корпус выполнен единой деталью, а ценник там 55 баксов. ПТС, видимо, решили, что все важное они уже сделали и выкатили реплику дульного устройства, которое, в принципе, в оригинале сделано для того, чтобы стрелять холостыми. В огнестрельном оружии его обычно используют на учениях. И с ним, с одной стороны, можно стрелять очередями в холостую, а с другой стороны, оно защищает от выстрела боевым патроном. То есть, из него можно стрелять только холостыми. Зачем и почему оно в страйкбольном исполнении, лично мне вот решительно непонятно. Но, возможно, оно для того, чтобы вы могли моделировать каких-нибудь военных на учениях. Хотя мне тут подсказывают, что в страйкболе эта штука может использоваться для обозначения свой-чужой. Но это тоже странно, потому что цвета здесь красный и желтый. А использовать что-то такое в красном исполнении, ну, такое себе. Потому что в страйкболе красный обычно используется для обозначения мертвых, и вас могут просто спутать. Короче, очень странное решение. Если натянуть саму наглобус, такое устройство может использоваться для безопасности, потому что здесь есть заглушка, чтобы вы случайно не выстрелили в кого-нибудь шарика. Да, круто, но я все еще решительно не понимаю, зачем тратить 25 баксов, чтобы нацепить себе на ствол что-то оранжевое или красное весом 110 грамм. Идем дальше, и у нас следующая новость от магазина, а точнее от магазина Планета Страйкбола, потому что к ним приехала просто огромная поставка от, наверное, самого народного бренда всех времен и народов. Я, конечно же, говорю сейчас про фирму Цима. Современная Цима, конечно, уже не та и сильно выросла с начала десятых и по качеству, и по цене, но это все еще народные и проверенные временем привода. В планету приехало много всего, от эмок до калашей, и, разумеется, есть сороковая серия Цимки, с которой в свое время каждый второй, наверное, начинал свой страйкбольный путь. И до сих пор, кстати, есть мнение, что это оптимальный выбор для новичка. Снайперки тоже приехали, это и L96, и M24, которые тоже в свое время называли лучшей базой для снайперской винтовки в страйкболе. Для любителей фана есть спринговые дробовики, и, конечно же, электропневматические пистолеты от привычного Цима Глока, до Цима Кальта, Цима Чезет и Цима Беретта. Ко всему этому есть магазины, внешний обвес, резиновые ножи и защита лица. Если вы вдруг такие сидите и хотите на свой страйкбольный калаш какой-нибудь необычный приклад, то у 5Q такой появился. Выглядит он вот так, он складной, он телескопический, и да, выглядит он достаточно странно. И, возможно, на него даже есть какой-то огнестрельный прототип, но это не точно. По крайней мере, в таких прикладах я не специалист. Он даже чем-то похож на ППК-20, даже кажется, что его слезали с ППК-20, но все-таки отличается. 5Q говорит, что этот приклад будет продаваться с разными вариантами крепления, чтобы его можно было поставить на Цима, ЛСТ или даже на газовый АК от GHK. Крепления, кстати, съемные. А еще 5Q сделали приклады скелетного типа, которые являются репликами прикладов TS-8P и TS-8RP от JMAG Customs. Приклады сделаны из алюминия на ЧПУ и отличаются друг от друга верхней частью. У каждой модели есть резиновый тыльник и гнезда для быстросъемных антабок. В комплекте идет адаптер для установки на планку Пикатине. Ценник называют в районе 56 баксов. И еще одна новинка от 5Q это адаптер для установки рукояток отарки на АК-серию от Tokyo Marui. И тут на самом деле я вижу проблему, потому что далеко не все ямочные рукоятки можно поставить на такой адаптер. По крайней мере кажется, что те, у которых есть такой взади хвостовик, сюда не встанут. Стоить такой адаптер будет 14 баксов. В это время компания SRU анонсировала буллпап-ложу для карабинов Ruger 1022. Верхний ресивер сделан из алюминиевого сплава 6061 методом ЧПУ обработки. Есть планка Пикатине сверху и M-Lock слоты для установки тактической рукоятки, фонарей и прочих аксессуаров. Нижний ресивер выполнен из полимера Zutel. Других подробностей у меня пока нет. В комментариях вы меня спрашивали, что это за такой прицел светится в роликах с обзорами на привода и в том числе на газовые пушки. Так вот, отвечаю, это реплика прицела Razer HD от Spino Optics. И фишка этого прицела в том, что, во-первых, он очень качественный, у него очень хорошая картинка. А еще он держит отдачу не только страйкбольную от газух, но даже от огнестрела. Прямо сейчас поставка продукции Spino Optics приехала в магазин Strike Ball Sport. И пока все не расхватали, вы тоже можете прикупить себе такой прицел. Ну или какую-нибудь другую модель, потому что там есть и реплики танго, и коллиматоры, и много еще чего. А еще в Strike Ball Sport едет просто огромная поставка от Emerson, в которой много качественной формы, формата G3 из хороших материалов, и в расцветках от Alive, Multicam, Black Multicam, до Coyota, Атакса и Вудланда. Кроме камуфляжа едет линейка повседневной одежды, то есть тактика города. Там есть куртки, кофты, рубашки и так далее. А еще кроме одежды едет, разумеется, снаряга, и в том числе с маркировкой Blue Label. Если не знаете, это такая премиум линейка от Emerson из оригинальных материалов и очень хорошего качества. А еще докину, что прямо сейчас у спортов действует акция на LCT, то есть до 21 июля вы можете прикупить любую продукцию LCT со скидкой в 20%. И если мы говорим про привода, то это достаточно приличная скидка. Вернемся к запчастям для газовых пушек, потому что компания Arquix сделала еще один блок UCM для газовых карабинов МВС от Tokyo Marui. И самое интересное, что главная фишка этого UCM это приблизить сам внешний вид UCM к боевому прототипу. Если вы вдруг не знаете, то Marui MVS славится тем, что с одной стороны это самая работоспособная газуха, но с другой стороны по внутрянке она очень страйкбольного вида и мало похожа на настоящую М-ку. И, видимо, поэтому появляются производители, которые хотят, так сказать, вернуть внутренний антураж. Как будет работать этот вариант от Arquix, я не знаю, но он сделан из стали S45C и будет стоить 250 баксов. Это, конечно, немало, но что вы хотели, если вы внедрились в газовую тему и тем более в тему Marui, готовьте бабки. Следующая новость для владельцев старенького, но проверенного времени MP9 от КВА. Разумеется, газового. Потому что компания ITP Airsoft сделала адаптер, который позволит использовать с этим пистолет-пулеметом ГЛОКовские барабанные магазины. Кстати, с PMX от КВА этот адаптер тоже будет работать. С точки зрения совместимости адаптер точно будет работать с барабанными магазинами АТВ Customs, ну и, наверное, с другими магазинами схожей конструкции. И самое интересное, что в комплекте с этим всем будет идти ВВД-адаптер на случай, если вы хотите все это дело питать воздухом, а не газом. Еще ITP Airsoft сделали МЛОК-цевье для газовой САИГИ 12К Tokyo Marui. Новинка сделана из алюминия 6000 серии на ЧПУ, в комплекте идет заглушка для газовой трубки. В верхней части цевья есть планка пикатения, по бокам и снизу интерфейс МЛОК. По цветам планируются две версии, это черный и FDE, а в случае с FDE это даже серокод. Ценник 121 бакс за черный вариант и 137 баксов за FDE. В это время к Зоргу приехали сразу две поставки и от Novritch, и от Wolverine Airsoft, и в наличии снова все самые популярные позиции. Из Novritch это, разумеется, готовые снайперские винтовки SSG-10 в разных комплектациях, с разными прикладами, и так 338. Далее это пистолеты SSP-5, 5.1 и SSP-18. Ну и, конечно, АЕГи. И вот здесь интересно, потому что кроме SSR-4 в наличии есть SSR-63А3 АЕГ, достаточно редкий, и SSR-9, который, по сути, является прямым конкурентом популярного привода ARP-9 от G&G. Ну и ко всему этому приехали и магазины, и запчасти. Из Wolverine Airsoft, разумеется, приехали готовые VVD-пушки МТВ в версиях 14, 10 и 7 дюймов самого свежего третьего поколения, в том числе в варианте сразу с приклад-баллоном. Для спидсофтеров приехали и ретики, это такие МТВ в форм-факторе спортивного маркера с ручкой-баллоном. Ну и, конечно, приехали сами VVD-системы отдельно. Это Inferno 2-го поколения, Hydra для P90 и VVD-система для болтовок Bolt в версиях для SRS и WSR-10. Идем дальше, и мы опять продолжаем тему обвеса и запчастей для газовых пушек. Компания Ace One Arms начала продавать комплект M-Log цевья со стволом для газовой SEG 12K, разумеется, от Tokyo Marui. Есть два варианта комплекта, они отличаются длиной ствола и цевья 11,5 и 14,5 дюймов. Все сделано из алюминия на ЧПУ-станке. В комплекте также есть накладка с планкой Пикатинни на газовую трубку. Ценник 136 баксов. И действительно хорошая новость, опять же, для владельцев газовых АКМ и АКХ от Tokyo Marui. Потому что мастерская GeFest работает над своей версией НОЗЛО с возможностью регулировки выхлопа, он же N-PASS, для как раз-таки этих самых газовых пушек. Подробностей, кроме вот этой картинки, пока у меня нет. Но, насколько я понимаю, продажи начнутся уже в этом году и надеюсь, что кто-то начнет все это дело возить в Россию. Потому что все маруевские калаши, которые сюда приехали, насколько я знаю, очень быстро раскупили. А это значит, что их нужно как-то тюнить. Идем дальше. Компания Reload, насколько я знаю, это дочерняя фирма VFC, собирается выпустить CO2-магазины для газовых винтовок на платформе R15 от внезапно VFC. В основе магазина лежит VMAG V3 емкостью 30 шаров, которая является репликой PMAG от Magpul. Из фишек есть функция холостой стрельбы. Ценник там называют в районе 40 баксов. Компания Lancer Tactical показали газовый пистолет Tandem Cross к Тулху, который подозрительно напоминает АПу от же AAP-01 от Action Army. Что на самом деле неудивительно, потому что по сути это тот же Ryuger Mark IV, но с лицензированной рамкой Tandem Cross и спортивной внешкой. Черный с красным, дерзко и быстро. Из особенностей можно отметить прямой спуск, ручку затвора Halo, оптоволоконный прицельный Eagle Eye, компенсатор Game Changer Pro Squared и еще есть упор под палец. Ценник за такой спортинвентарь называют в районе 155 баксов. Немного новостей от магазина Академия снаряжения. Если вдруг не знаете, то этот магазин в Россию таскают, так сказать, санкционные бренды. Это 5.11, Helicon, Salomon, Oakley, Mechanics и так далее, и так далее. И в этот раз к ним приехала поставка обуви от всемирно известного бренда Haex. Тем, кто про этот бренд знает, ничего объяснять не нужно, а если вы вдруг по каким-то причинам в первый раз слышите, что такое Haex, то это бренд обуви, который производит обувь класса Lowa или Salomon, где-то примерно так. Ну и на западных рынках он успешно с этими брендами конкурирует. Salomon, кстати, в Академию снаряжения тоже приехали. Кроме обуви, Академия привезла крутые нашлемные и налобные фонари бренда Princeton Tech. Их, наверное, можно назвать конкурентами Petzl. Пока и то, и другое есть в наличии в магазине Академия снаряжения, и все это можно купить со склада здесь и сейчас без ожидания. По крайней мере сейчас. В это время компания Mafio Airsoft начали продажи очень вкусной штуки для владельцев газовых пистолетов М17 и М18 от VFC. Это затвор из нержавеющей стали в комплекте со стальным стволом. Короче, сталюка, аутентичный лязг металла, а металл и вот это вот все. Несмотря на то, что затвор подойдет и для М17 и для М18, он, конечно, именно для М18. Из фишек сразу в комплекте, помимо ствола и затвора, есть возвратная пружина с направляющей, заглушка, целик, мушка и винты. Цвет пока только черный, а стоит все это дело будет 358 баксов. Компания G&G анонсировала привода серии TR-16 GMS. Из фишек этой серии можно отметить электронику Gate Aster SE, быстросъемную пружину без необходимости снимать приклад, новый приклад GOS V15 и механус имитации патронов на 30 шаров. В эту линейку входят три модели. Это МК-1, МК-2 и МК-3, которые между собой по сути отличаются набором комплектующих и длиной ствола. Ценник, правда, не маленький. Говорят, будет стоить от 350 до 380 баксов. Помните, в одном из выпусков новостей я как-то рассказывал про рычаж Кулевар от G&G? Так вот, они открыли на нее предзаказ. Например, на RVA он уже висит за 340 баксов в варианте 7 дюймов и за 350 баксов в варианте 15 дюймов. Если вдруг забыли, то фишка этой пушки, то что она газовая, она рычажного типа и она может использовать механы от страйкбольных АЕК-Мок. Это, конечно, не аутентично, но зато эффективно. Хопап тоже стоит от МК-АЕК-типа, а газ находится в рукоятке. В это время в магазин Airsoft Store приехала свежая поставка шаров Ace, которые по отзывам, кстати, очень хорошо себя зарекомендовали. Они не пачкают, они царапают стволик, хорошо летят и вообще по качеству один в один как БЛС. В наличии есть белые шары весом от 0,2 до 0,3 грамм, тяжелые белые шары от 0,32 до 0,40 грамм, трассерные зеленые шары весом 0,2, 0,25 и даже 0,28 грамм. И даже красные трассерные шары весом от 0,2 до 0,25 грамм. Но учтите, если вы будете покупать красные трассерные шары, для них нужна специальная трассерная насадка, которая умеет подсвечивать красные шары, потому что не все трассерные насадки умеют это делать. Прямо сейчас шары Ace в наличии, и вы можете уже сейчас сделать запас на случай внезапной поездки на закрытие сезона. А закрытие сезона уже через пару месяцев. И я вам напомню, что почти каждое закрытие сезонов за неделю, за две во всех магазинах кончаются шары, и все думают, что же делать. Короче, готовьте шары летом. Ну и напоследок довольно странная новинка от компании Samogir, потому что они анонсировали реплику дальномера Wilcox Raptar. А странная, потому что из функционала заявлен только фонарик, и самое смешное, что точного подтверждения, будет ли там действительно дальномер, пока нет. А дальномер это на самом деле очень крутая штука в страйкболе, особенно если вы пользователь гранатометов от Tagin. Потому что если вы точно знаете расстояние, вы просто выбираете на гранатомете Tagin на прицелах это расстояние, и абсолютно точно попадаете. Ну, конечно, если вы совмещаете еще мушку с целиком. А на этом я, пожалуй, закончу. Предлагаю обсуждать все эти новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. С вами был Евгеньевич, до скорого!